Продолжаем наш эфир. Мы, наверное, знаете, еще не коснулись главного. Будет ли секвестирован бюджет культуры Архангельской области? И отвечает на этот вопрос Виталий Фартыгин, председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по культуре и туризму. Существенного сокращения бюджета по культуре нет. И обеспечение всех вопросов, связанных с пытками заработных плат и содержания бюджетных учреждений, остается на прежнем уровне. Вопрос в том, что пока не будет, допустим, поведения капитальных ремонтов, о чем мы добиваемся. И сейчас, и не с тем, что в правительственной области идет серьезный разговор о создании отдельного агентства по сохранению памятников культурного наследия. В прошлом году проводили большую работу по этому поводу и будем продолжать, чтобы действительно нашим историческим памятникам было достаточное внимание и достаточное финансирование. Надо продолжать работу, вести работу с федеральным центром в доле финансирования федерального правительства, потому что об этом было сразу заявлено и областной бюджет выполнил свои обязательства. Поэтому правительство сейчас в нашей области хочет поработать с федеральным правительством, чтобы мы в сроке совершили капитальный ремонт очень нужного для всех нас театра кукол. Я хочу, во-первых, поблагодарить всех наших работников культуры, руководителей учреждений культуры. Они всегда были настоящими подвижниками и даже в более сложные времена, чем сейчас. А сейчас слово руководителям двух театров Северодвинскому и театру кукол, который, как вы знаете, закрыл свой главный дом на ремонт и играет на чужих площадках. Как у них с финансированием на этот год? Слушаем запись по телефону. Я бы сказала, что относительно хорошо. Финансирование нам дано на уровне прошлого года. Это уже большой плюс. Правда, по дорожной карте должно быть больше, но мы зарабатываем хорошо на своих спектаклях. Сейчас у нас много кассовых спектаклей, поэтому я думаю, что у нас никаких трудностей не будет. То, что началась реконструкция, это все-таки замечательно, потому что на самом деле дальше уже тянуть было нельзя. И это хорошо, что она началась, что она идет. Это огромное спасибо губернатору, потому что он затеял это. Не только он, но он в основном пробивал эту всю историю. И вот это все хорошо. Мы мечтаем о том, чтобы зритель вошел в этот новый театр. В каком году, вот теперь, не знаю. Действительно, что касается областного бюджета. Вот федеральный нам связают. А областной, насколько я знаю, может быть, я не все знаю, но выполняется полностью. То есть вот это отношение, это действительно очень радует. И так сокращения областного бюджета в культуре не будет. Значит, зарплаты будут выплачиваться вовремя. А вот что с фестивалями и другими большими культурными проектами, которые и формируют, собственно, бренд, образ нашего города. И края, конечно. Экспертом в этом вопросе выступит Наталья Мальвинская, заслуженная артистка России, председатель регионального союза театральных деятелей. Наталья Викторовна, здрасте. Здравствуйте. Прямо со спектакля, с подмостков сюда. Да. Да. Хорошо отыграли? Да, очень хорошо, кстати. Полный зал. Хороший был спектакль, теплый очень такой домашний. Да, полный зал. Полный зал. Полный зал, это значит, деньги принесли зрители в театр. Да. Ну, зал, как знаете, у нас очень маленький, небольшой, не 700 человек, поэтому все билеты у нас обычно бывают за месяц проданы. Время аншлаги. Да, да. Да и слава богу. То есть театры зарабатывают? То есть нам бояться в кризис нечего, в общем-то, о чем мы сегодня и говорили? Ну, театры зарабатывают, конечно, но они же не могут заработать на всю свою деятельность, это понятно. И понятно, что очень бы хотелось, чтобы бюджет не урезали театров, и чтобы государство помогало театрам, естественно. Вот, поэтому, ну что там можно? Денег на фестивали, на другие какие-то, где их брать? Я не могу сейчас ничего сказать, вот, например, сейчас у нас в мае месяце будет Абрамовский фестиваль, который проводит театры драмы. Ничего не могу сказать про вот эту ситуацию. Я могу сказать только одно, что если есть лидер, и если есть человек, который умеет планировать и умеет пробивать эти деньги, то деньги будут. Ну, понятно, я про кого говорю. То есть нужны в театре менеджеры? Нужны в театре эффективные менеджеры или люди уже с именем, уважаемые люди, которые сделали себе уже имя здесь в городе. Ну вот у нас до этого был Александр Дунаев, он, в общем-то, тоже решил, что вот он обыграет руководство театра, обыграл 10 миллионов, он получил, театр ему выплачивает. Как вот вы относитесь к золотым парашютам? Значит, я что хочу сказать. Я слушала немножко Александра Дунаева, сидя там за кулисами. Понимаете, дело все в том, что иногда вот, например, мы разговариваем с вами, да, я вас плохо знаю, ну, предположим. Я, естественно, вам не говорю, не буду говорить всю правду. Правильно, да? То есть как бы я все равно буду играть на каких-то таких своих убеждениях. И поэтому в этой ситуации мы ведь никогда не узнаем всю правду по-настоящему, как на самом деле все это есть, и как это все обыгрывалось, и как это все делалось. Поэтому вот у Саши своя правда, у театра своя правда. Я как бы знаю, ну, я знаю, опять же, понаслышке, естественно, что когда разговариваешь с тем же, например, директором театра или бухгалтером главным, они говорят, да, о том, что, и актеры тоже говорят о том, что им не выплачивают зарплату, а очень маленькая зарплата. И в скобках обычно всегда упоминают, ну, мы же выплачиваем Александру Дунаеву деньги, поэтому что же это туда же уходит? Вот я хочу даже остановиться на том, что, а почему вообще, возможно, стала в государственном учреждении культуры такая статья, вот эта золотая парашюта? Ну, мы ведь это же все прекратили, это же были уже все, такие вот остатки. То есть мы пока... Саша успел, он, ой, извините, Саша успел, он молодец. Все, что, понимаете, я тут даже обсуждать не хочу, честно говоря, эту историю, потому что это история лично человека и театра, который, да, он строил. Но мы все равно говорим о учреждении культуры, которое вот как-то так никто не контролирует, решит такое вот это. Понимаете, честно говоря, у нас театру драмы вообще очень не везет. Они бедные получают раз в четыре года директора, его каким-то образом воспитывают и каким-то образом его учат, а потом раз, и все это исчезает. Я-то ведь как бы разговариваю не в верхах, я разговариваю с актерами, и я вижу их панику, просто панику. Они бедные, брошенные люди. Ну вот мы сейчас начали наш сегодняшний часовой эфир с того, что в гостях у нас были, это Алексей Павлов, новый директор филармонии, пришедший из другой сферы в академическое искусство. Это Евгений Тенетов, пришедший тоже из другой сферы. То есть люди, в общем-то, казалось бы, далекие от управления в самой культуре, пришли на руководящие должности. Вот как вы к этому относитесь? Ну вообще, я считаю, конечно, что если человек умный, разумный, многочитающий и хватающий все, что как бы идет к нему в руки и хотящий знать все эти вещи, то может быть, если он, например, культурный, действительно из другой какой-то области, но он сердцем за это болеет, то может быть, это и неплохо. Я, это тут ведь якобы не судья людям, но когда, например, приходят птицефабрики или, предположим, там еще из рынка в театр, то это, конечно, полный привет, это же крах. Культура все меньше зависит от творческих личностей, а все больше от идеологии. Вот согласны с такой формулировкой? Вы знаете, это очень сложный вопрос, очень сложный вопрос, потому что все равно в культуре, все равно главная личность, личность директора, если уж мы об этом говорим, личность режиссера, личности даже актеров, которые работают в этом театре. И идеология, да, конечно, сейчас как бы с этим и Стангейзером, и со многими, и с МХАТовскими спектаклями, когда в МХАТе у Табакова на сцену выбегают православные такие вот активисты, которые кричат прекратить и все прочее, это спектакль. Ну, это, конечно, это плохо, это очень плохо. И самое интересное, что ведь не особо идеология, ведь нам же не запрещают, например, говорить про Сталина, там, предположим, или еще про кого-то. А в основном-то у нас церковь почему-то вмешивается в историю, ну, в государственные дела, хотя, в принципе, церковь, она отделена от государства. А вот помянули как раз о Сталина, была петиция, что мы собирали, Михаил Капица, учитель треси гимназии, это инициировал, собирал подписи против постановки памятника Сталина в Архангельске. Вы как за, против? Нет, я абсолютно против, совершенно против. Да, он личность, он, как бы, история наша, веха, без которой невозможно, как бы, знать историю нашего государства. Но против памятника категорически против. Бытует мнение, что о культуре педагогики может рассуждать вообще каждый. Мы тоже вот спросили. О культуре и педагогике. И педагогике, да. Ну, еще о здравоохранении у нас могут говорить, что у нас врачи плохо работают. Расширяется спектр, да. Вот мы спросили Архангела Городцев, кто такой культурный человек. Послушаем, потом этот же вопрос к вам. Хорошо. Сегодня мы узнали у наших горожан, кто такой культурный человек. Умеет себя вести в обществе, который, ну, даже не знаю, как-то несет свет в массы, что ли. Ну, и вообще просто отличается умом, сообразительностью, красотой, я не знаю, внутренней и внешней прекрасной. Культурный человек, который знает историю своей страны, искусство своей страны, литературу. И, конечно, соблюдает чистоту, я имею в виду, вокруг себя. Экологическая культура. Прежде всего. Это такой человек, который соблюдает разные традиции и обычаи, которые приняты в том обществе, где, ну, как бы, существует этот человек. Человек, который воспитан, прежде всего, умеет общаться с людьми интеллигентно, выдерживать паузу в определенные периоды, ну, соответственно, интересоваться литературой, культурой, театром. Прежде всего, образованный, очевидно, который следит за порядком, скажем, не мусорит сам, не дает мусорить другим. Который очень внимательный, вежливый, не только по отношению к себе, но и по отношению к окружающим людям. Который знает, может быть, историю нашего края, историю нашего города. Ну, не знаю, знаком со всеми правилами этикета. Кто такой культурный человек, мы спрашивали у Архангела Городцев. Теперь вопрос к Наталье Викторовне Мальвинской, председателю регионального отделения Союза театральных деятелей, заслуженной артистки Российской Федерации. Ну, в принципе, люди-то ведь все правильно говорили. Единственное, что культура – это всеобъемлющее такое понятие. И культура – это же в переводе, предположим, греческого – это воспитание, это познание, это… Ну, в основном вот эти вот вещи, да. И поэтому без культуры нет государственности. То есть, если нет культуры, то нет и государства. И поэтому, в принципе, если вот это вот все объединить, то, в общем-то, люди все правильно говорят. 639-717. У вас есть свое мнение? Друзья, звоните. 639-717. Мы с Натальей постараемся тоже принять участие в разговоре, если будут у нас сейчас звонки. Договорились? Да. Да. 639-717. Пользуйтесь возможностью, что актриса, заслуженная артистка Российской Федерации, прямо со спектакля, с под мосток пришла сюда к нам в студию. 639-717. Звоним? Подождем? Ну, подождем, может, что-нибудь ты еще спросишь у меня? Я спрошу, спрошу, потому как все-таки мы все затягиваем пояса, мы все ждем кризиса. Как вот у вас в молодежном театре? Не будет никаких сокращений? Нет. Все ответили. У нас не будет никаких сокращений. У нас, наоборот, даже будет при... Как сказать-то? Ну, в общем, короче, у нас не будет сокращений. Мы, наоборот, набираем новый курс. Набираете? Новый курс. Мы набираем новый курс. И дай бог, что мы его наберем, потому что нам его разрешили уже открыть в Санкт-Петербургской академии. Она сейчас называется по-другому. Была академия, теперь снова институт. Слушайте, вот еще у меня... Сегодня у нас здесь в студии было четверо уже гостей, и все с оптимизмом смотрят в этот год, в 16-й. Ну, Тамара, если... В Архангельской области кризиса не будет, друзья. Понимаете, дело даже не в этом. Не в этом, что будет кризис, не будет кризис. Но мы же ведь живем сегодня. Вот мы сегодня живем сейчас. И вот это надо этому дню радоваться. А если мы будем смотреть не с оптимизмом в будущее, так это что ж такое будет? Да нет. Вот сегодня живем и сегодня радуемся. И сегодня отличный день, хорошая погода, прекрасный был у нас спектакль. И когда культура хорошо не жила, я имею в виду в финансовом плане, да? Ну, это... Да, государство как-то у нас культуру не балует. Частные инвестиции надо как-то привлекать? А как можно частные инвестиции привлекать, если, предположим, государство всех частников тоже зажимает? Ну, откуда они возьмут деньги? Я считаю, что культуру может финансировать только государство. Дотационная отрасль. Ну, конечно, конечно. Они должны помогать культуре. Потому что я только что говорила, что без культуры не будет и государства. Ну, как? Если не давать деньги на культуру, то тогда что у нас будут за люди, которые не образованные, не культурные? Вон, как люди говорят, плюются там в общественных местах, нецензурно выражаются, не знают свое прошлое. Ну, что это такое? Развал полный страны. У нас есть звонок. Да. Да, 639-717, напоминаю, номер телефона. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. А, добрый день. Добрый, представьтесь. Сергей. Так, Сергей, вы хотите ответить нам на вопрос, кто такой культурный человек? Ну, культурный человек, который разбирается в культуре, знает общество, как раздевать. Но мне хотелось бы вопрос задать Наталье Мальвинской. Да. Узнали? Да. Вот, ваш театр считается молодежным. А почему у вас работают заслуженные артисты Российской Федерации? А где молодежь? Ну, молодежи у нас, Сергей, много, если честно. Я только что сказала, что мы набираем еще один курс, который будет 15 человек еще более молодые, чем наши молодые. Это первое. А второе, молодежный, ведь он театр, заключается не в том, что там играет одна молодежь, неопытная, безусая, и, ну, молодежь, как бы, не хотела их обзывать никак. А это спектакли, направленные на молодежь, для молодежи. Да, для молодежи. То есть те же самые заслуженные артисты, которые играют спектакли, которые трогают за душу молодежь, там, «Темная аллея», или, предположим, «Ратьев Стругацких», «Жды города Питера», или вот мы сегодня отыграли «Рождество в доме Купьела», или те же самые заслуженные актеры, которые старики, как вы нам намекаете, делают фестивали уличных театров, делают фестивали «Европейской весны». То есть это все, в общем-то, в основном-то, конечно, на молодежь, потому что нам нужно молодежь воспитывать. Да, Сергей, вы, наверное, давно в театре не были? Есть, молодежь, в молодежном театре. Нет, я хожу часто на спектакли. Приходите еще, Сергей, я вам позвоню. Да, Сергей, а вот мы сегодня у нас такой, извините, сквозной вопрос эфира. Вы за или против петиции против памятника Сталину, который направили в адрес администрации Архангельска? Ну, высказывание народа, надо прислушиваться. Если народ говорит, что надо, значит, может быть, народу не хватает. Не хватает именно вот таких на данный момент действий, которые производил Сталин. То есть надо жесткая какая-то политика партии и правительство. Ну хорошо, Сергей, а вы-то за или против? Я воздержавшийся. За? За то, что поставили памятник? А, он воздержавшийся. Ах, воздержавшийся. Думает. Ну ладно, пусть подумает. Спасибо, Сергей. Спасибо большое. 639-717. Есть у нас еще телефонные звонки? Поклонники Архангельского областного молодежного театра. 639-717. Ну что ж, нет, я думаю, что вы не последний раз в этой студии, надеюсь, да? И не первый, да. И не первый, и не последний. Год кино грядет, хоть и театр имеет тоже непосредственное отношение. Ну, у нас у Виктора Петровича грандиозные планы. Он, по-моему, уже везде рассказывал об этом. И мы справляем год кино. Вы знаете, Наташа, вас не хотят отпускать, потому что есть еще один телефонный звонок. Да, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вас как зовут? Вас как зовут? Добрый вечер. Добрый. Владимир Иванович. Владимир Иванович. По поводу вашего опроса насчет памятнику Сталину. Здесь хорошо одна женщина сказала. Если памятник Сталина надо ставить, то надо ставить его на костях и на черепах. Тех людей, которых он сгубил. В связи с этим у меня такой вопрос. Почему никто не проведет, допустим, опрос по поводу того, что у нас, значит, с Ярославля в свое время до Архангельска дошла железная дорога? А кто ее построил? Ведь 90% населения наверняка не знает, что был такой Сава Иванович Мамонтов, купец и меценат, который, значит, построил эту дорогу, и мы должны ему быть благодарны. Вот памятник Сталина. Да, конечно, мы знаем. Спасибо большое. А вот скажите, что по-вашему культурный человек? Мы все-таки сегодня вот о культуре. Вы знаете, кто такой Сава Иванович Мамонтов. Я надеюсь, что мы, в общем-то, тоже в курсе. И что он построил железную дорогу у нас. А по-вашему, кто такой сегодня культурный человек? Вы понимаете, дело в том, что вот эти, как говорится, купцы Третьяков, Морозов, Репушинский, Репушинская, да, Мамонтов, они старались для России. Все делали для России. Если бы Третьяков галерею бы не создал, так не было бы этой галереи. Да, спасибо вам большое за звонок. Спасибо как раз о тех меценатах. Он ответил на наш диалог. О частных инвестированиях культуры. Ну, это понятно. Но это Мамонтов. Я в культуре. Где? Сейчас Морозовы, естественно. Нет Морозовых и Мамонтов. Спасибо вам большое, Наташа. Спасибо, удачи. И до встречи. Спасибо.